Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 13 тура АПЛ Фулхэм Брайтон. Встречаются 18 и 16 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют, да и 9 раз на тотал больше. Фулхэм выиграл 2 последних очных матча. 8 последних очных матчей этих команд прошли на тотал больше. Статистика команд. Фулхэм в последних 10 матчах имеет 2 победы, 2 ничьих, 6 поражений. Брайтон в последних 10 матчах имеет 2 победы, 3 ничьих, 5 поражений. Фулхэм пропускает в последних 5 матчах. Брайтон пропускает в последних 4 матчах. Как видим, в последнее время Фулхэм чуть чаще играет в низовые матчи. Брайтон результативные, в которых и забивает, и пропускает. В предыдущем туре Фулхам отобрал очки у Ливерпуля 1-1. Мерсесайцы очень слабо отыграли первый тайм и им крупно повезло, что они пропустили только один гол. Судья по непонятным причинам не поставил чистый пенальти в ворота Ливерпуля. Кроме этого, из забитого гола у коттеджеров было еще 2-3 очень реальной возможности, чтобы забить. Во втором тайме команда Клоппа побежала отыгрываться и смогла это сделать лишь благодаря пенальти. Брайтон крупно проиграл Лестеру. Гости не реализовали в дебюте матча 2 очень перспективных момента и поплатились за это. Сначала Мэдисон точно пробил в угол через частокол ног защитников, потом в концовке первого тайма он же уложил мяч точно в дальнюю девятку. Между дублем Мэдисона отметился голом Джеймс Барди, сыгравший на опережение в штрафной площадке гостей. Фулхэм и Брайтон проводят очень веселые очные матчи, забивая много голов. У Брайтона идет серия из двух поражений. Никогда ранее в этом сезоне Брайтон не проигрывал 3 матча подряд. Фулхэм в предыдущем матче не проиграл. Никогда в этом сезоне коттеджеры не играли 2 матча подряд, чтобы не проиграть в них. Брайтон не должен бы согнуться третий матч к ряду. Фулхэм отыграл на кураже матч с Ливерпулем. Но с Брайтоном будет совсем другой рисунок игры. Фулхэм выиграл у Брайтона 2 последние очные матча. Никогда ранее Фулхэм не выиграл у Чаек 3 игры к ряду. Имея такую убийственную статистику очных результативных матчей, как-то не поднимается рука на низовой матч. Поэтому остается сказать, что будет Х2 в результативной игре. Из связки ставок тотал больше обезобьют до Х2. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2.08, на обезобьют до 1.80, на Х2 1.46. Команды так много в последнее время отыграли на тотал больше и обезобьют до, что уже давно должно бы проскочить что-то по типу 0.0. Но когда стрельнет низовой матч, не знает никто. Ставить на низовой матч нет никакого смысла по причине невысокого коэффициента. Поэтому здесь можно взять очень скромную ставку на Х2 за 1.46. Гости должны бы более удачно отыграть свой третий матч и не проиграть его не очень сильному оппоненту, который выплеснул все эмоции в предыдущей игре. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok